Отношения между Арменией и Россией очень хорошие, лучше, чем с любыми другими странами СНГ, бывшие все наши советские республики. То есть они более открытые и обоснованные. Армения всегда была в зоне риска, опасной ситуации, международной. Это ее соседи такие. И такова была история, что регион самый напряженный. Закавказье, и рядом Иран, Израиль, весь Ближний Восток, Турция. А сейчас ситуация тоже непростая. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нормализовались отношения между Арменией и Турцией, между Арменией и Азербайджаном. Хорошо бы, чтобы был мир и спокойствие в Иране, но Израиль не хочет. Армения всегда была интересна для России, и мы всегда ценили отношения с Арменией. Я думаю, что Москва, МИД сделают все, чтобы не было никакого вооруженного конфликта. Как крайний случай могут ввести туда, это может быть Карабах или какая-то еще часть территории, какой-то миротворческий контингент. Но это все должны договариваться втроем. Москва, Ереван, Баку, геноцид, разрушение культурных памятников. И в Первую мировую войну геноцид русского народа не заметили, поскольку количественно это было не так много. Но состоялся геноцид армянского народа. Это более полутора миллионов человек. А последние десятилетия, все весь 20 век и вот начало 21, можно говорить в широком смысле, как геноцид против христиан. То есть за сто лет антиармянский геноцид был самым таким жутким и первым, который, так сказать, вошел уже в историю человечества. Но не оказывается ничего не исправилось человечества. Здесь трудно уповать на общественность, поскольку это идет от имени государства. И здесь дружинники не решат ничего. Здесь должно быть, конечно, принять новые какие-то международные правовые документы, добиться признания этого факта. Ну, видите, Турция до сих пор отказывается признавать. И не все страны мира признают геноцид. Арараб станет армянским. Это я сказал один в мире на всю историю человечества. Я с 91-го года меня спросили, кому Карабах передать. Я на весь мир сказал Армении. Никто так не сказал, ни Зюганов, ни Мирой, вообще никто. На весь мир один я встал на защиту.